Всем привет! Блог начинаю с необычного места. Это мое кухонное окно. Сейчас на улице 11 градусов. Вчера было правда теплее. Там школьники одни физкультурой занимаются, другие отдыхают, судя по всему, начальные классы. Почему окна начало? У меня сегодня грандиозная программа. Во-первых, вымыть это окно, а во-вторых, посмотреть, как у нас красиво. Это нуждается в уборке. Не знаю, решусь я или нет, но я постараюсь решиться. Может быть, Макс придет со школы, мужа позову. И хотя бы немножко убрать. Потому что то, что я вам показываю кусочек, вот эта вот грязная территория, она идет на протяжении метров 100. Надо бы это все дело прибрать, иначе мы тут живем. В окно я вот в это смотрю. Надо как-то это сделать более красивым. Поэтому сегодня хотя бы начать частично несколько мешков мусора вынести отсюда. У нас же нет дворников. Мы сами, своими силами. И плюс у нас по осени вот здесь вот сильно все раскопали, поломали большие деревья. Здесь вот видите ветки. И эти ветки, они так на протяжении, я уж не буду так дальше махать, на протяжении какого-то расстояния. И надо их обязательно убрать. Вот так что, планы на сегодня. И снега, видите, уже на стадионе практически нет, чуть-чуть осталось. И сейчас мы с вами посмотрим еще одну новость, которая у нас на протяжении последних дней живет в подъезде. А новость это вот она. Вот она. Она думает, что я ей кушать принесла. Привет! Где-то неделю назад. Прямо как суповой набор. Тощие-тощие. У нас вот эта кошечка появилась в подъезде. Мы ее немножечко уже откормили. Я вам уж не стала ее показывать. Совсем худую. Потому что вид был жуткий. И подкармливаем. Да, девочка, уже толстенькая почти. Вот у Степы стресс. Степа у нас страдает, конечно. Его сундук, во-первых, занят. Он тут прямо охраняет это место. Да, Степа? Да, девочка кушать просит. А я тебя только покормила. Вон пузико кругленькое. Ну да. И открываю дверь в подъезде. Потому что она благодарная девочка. Да, глазки в куче. Она гадит ночами, если дверь закрыта. И мне приходится в пять утра выбегать, смотреть, ничего тут нет ли, чтобы не ругались соседи. Да. Ну, в общем, вот такая у нас квартиранка теперь тут. Да. Девочки, часто просите у меня уборку. Правда, убралась я без вас. Но давайте я вам покажу, как я разобралась в вещах. Это такая святое святых, которую через каждый месяц можно разбирать по новой. Мне, как Витцену, надо всегда нижний горшок и все остальное комком оказывается. Но сейчас вроде разобралась, как мне удобно. Все теплые вещи переместились. Но через месяц все будет здесь в перемешку вместе с теплыми вещами. Целый мешок выкинула, целый мешок отдам. И у Макса еще разобралась вещь. А его вообще как будто ограбили. Почти ничего не осталось. Это у него кучка из футболочек, которые в самый раз. Запасные носочки. Ну, там нижнее белье. И одни шорты остались. Надо срочно шорты будет купить. Следующий ящик тоже Максимкин. Там у него теплые вещи. Ну, там тоже почти все отдала. И просили показать Макса книжную полку. Но она вот так. Книг больше, чем полка вмещает. Поэтому вот так. Да, кстати, вот Максу подарили. Он на своем канале, наверное, показывал. Может нет. Вот такого милейшего просто верблюда. Из Туниса он приехал. И чем он интересен, смотрите. Сюда можно заначки прятать в пузо прямо. Вот так. Вот такой красавчик. Это игра от сплат, которая к нам приезжала деревянная. А это шашки, которые нам присылала Оксаночка. Вот такой деревянный, как бы книга такая. Сейчас вам покажу. Такой оригинальный вариант подарочный. И вот. Вот, ставим шашечки. Классно. Тоже здесь как книга стоит. Вроде все, что обещала, пока показала. Но разбираться не хочу на камеру. Это очень долго. Я сегодня еще субботник планирую. Если сил хватит. Может быть так, хотя бы немножечко на улице большое собрать. Можно каждый день понемножку. Тогда не так сложно будет. Не пугайтесь. Это куча пакетов. Я их набрала для уборки. Одела перчатки. Пойдемте глянем. На объем работы. Вау. Ну вот эти вот палки-то, конечно, у меня мужчины отнесут, может. Я, наверное, доз вот эти вот. Ну, повезу ветки. А вот этот вот основной мусор-то почему бы не собрать? Немножко-то. Выпендриваться я сильно не буду. Крупное соберу. Самое смешное, что я сегодня не накрашенная. Главное, чтобы меня не перепутали с бомжом каким-нибудь. А то подумают, что я бутылки хожу собираю. Ну ладно, саму эту уборку я снимать не буду. Потому что руки заняты будут. Ну все. Потом, может, покажу, что получилось. Смотрите, кто ко мне пришел помогать. Моя помощница. Да. Ты пришла помогать мне. Ай, ты моя хорошая. Ой, ты какая у меня помощница. Работа еще не початый край. Но я уже два больших пакета отнесла. Собрала еще два. Сейчас еще понесу. Может быть, пакетов шесть я отнесу. И пока все. Тоже спина больная, чтобы не сорвать. Да, да, ты такая вот жалкая. И да, я такая жалкостью моя девочка. Ой, смотрите, все меня забодало, девчонка. Ладно, мне некогда. Давай, мы будем с тобой дальше убираться. Я тебя уже кормила. Вы знаете, после высоких пакетов такое чувство, что ты бомж со стажем. Потому что на самом деле очень неприятно ползать по кустам и собирать мусор. Меня наверняка будут спрашивать, почему соседи не вышли. Ну, потому что никто не организовывал. Это я решила же сама. И даже если кто-то идет по каким-то делам из подъезда или в подъезд, они же не планировали вот прямо в сию секунду сразу переодеваться и бежать. Потому что кому-то взбрело в голову именно сегодня убраться. Вот это вот тоже моя территория по факту. Вот смотрите. На сегодня я, конечно, не справлюсь. Может, завтра еще выйду. Потому что для одного человека, конечно, сложновато. Ну, вы сами понимаете. Это все наша территория. Вон моя помощница ходит. Да, помощница. Ты помощница. Ты уже немножко поправилась. У нас вон пузико появилось. Тут я немножко почистила. Сейчас я покажу, где у меня почище стал. Вот. Видите? Это я уже то, что прошлась. Довольная на самом деле я. Вот. До сюда. Это я еще не убирала. Ну, наверное, я сейчас остановлюсь. Потому что все было вот так. Вот это я тоже убрала. По забору. В общем, так вот. Вот этот угол весь убрала. Да я тебя кормила. Нельзя так много кушать, когда голодненькая была. Внешне немножко почище стало. Ну, завтра еще выйдем. Может, завтра у меня помощники будут. Сегодня Максу очень много задали. На самом деле. И стихотворение наизусть учит на завтра. И русский, и математику. И я просто сама не стала уже его брать. А Денису плохо сегодня. Будет, наверное, гроза, либо дождь. Не знаю. В Москве сейчас ливень идет. Прям совсем, говорит, плохо давление у него. А если он будет наклоняться? А я уже запланировала. Вроде не хотелось. Он говорит, давай, может, завтра, послезавтра. Говорю, а будет дожди, если? Так и не получится. Вроде. Ну, раз уж решила. Немножко-то могу же я сделать. Ну, и все. Окно мыть сегодня уже не буду. Сил нет. Ой, смотрите. Уже набухают почечки. Вот, видите? Ой, они какие. Красота. Скоро будут трещать. Вечером очень интересно слушать, как трещат почки лопают. Все, пошла домой. Новый день. Сегодня дождик. За окном. Ну, все равно мы сегодня выйдем с мужем, пособираем немножко. Там, где я вчера не доделала. Но я вам хочу показать нечто другое, чем я буду заниматься сегодня. Субботник я больше уж не буду эту грязь показывать. Ну, покажу что-то приятное. А заниматься я буду видеосъемкой. Посмотрите, сколько салфеток приготовлено. Можно уже догадаться, что я планирую снимать. А снимать я буду тени. Всю мою коллекцию. Это будет несколько частей. Это очень сложный ролик для каждого блогера. Потому что надо делать сводчи. Надо все это доставать. Потом убирать. Сто раз красить и смывать руку. Поэтому сегодня мы будем этим заниматься весь день. Не знаю, сколько частей получится. Потому что, если вот даже брать вот эту сторону, то, представляете, здесь прямо гора. Тут тоже вот стопочками. Их много, реально много. Как буду снимать, я еще не знаю. Наверное, от больших к маленьким буду двигаться. Скорее всего так. Ну, ладно. В общем, я вам похвасталась во влоге. Ну, теперь буду заниматься делом. Ну, а влог, наверное, давайте я закончу. Еще попрощаюсь с вами. Потому что он такой получился больше разбирательно-убирательный. Ну, и вот на такой приятной ноте мы с вами попрощаемся. Уже встретимся в других роликах и в других влогах. Всем приятного времени суток. И всем пока.